Приветствую! Мы сегодня уже слышали удивительные слова из Солма 135-го. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Мое желание сегодня перед нашей молитвой общей обратить внимание наше на место священное Писание. Это Евангелие Матфея, 15-я глава, с 21-го стиха. Матфея, 15-я глава. «И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется, но он не отвечал ей ни слова, и ученики его приступили, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Она, подойдя, кланяясь ему и говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Знаете, вспоминаю момент из жизни Христа, когда он с учениками не был принят в одном из городов самарийских. И ученики, знаете, воспылали таким гневом на тех людей, которые не дали им быть там принятыми. И они говорят, «Позволь нам свести огонь с неба и попалить этих самаритян». Господь говорит, «Вы не знаете, какого вы духа». Знаете, и после всего этого Христос говорит им о добром самарянине, который явил милость к тому пострадавшему там, лежащему, избитому, израненному, раздетому, прославив этого самарянина за его доброту на все века. Удивительный Господь. «Ибо милость его вовек». Давайте обратим внимание на слова молитвы этой убитой женщины, убитой горем женщины. Знаете, они весьма глубокие и много могут сегодня сказать каждому из нас. Потому что каждый из нас в какой-то мере и степени мы проходим периоды в жизни своей, когда несем эту тяжесть. Кто эта женщина? Это женщина потомок язычников, которые были осуждены Богом на истребление, но оставлены израильтянами. Когда мы читаем в книгу судей, третью главу книги судей, Бог говорит там, такие слова мы читаем, третья глава с четвертого стиха. «Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал от самых через Моисея. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, и веев и ивусеев, и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их, и сделали сыны Израилевы зло пред отчами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам». Мы видим, что Господь направляется с учениками своими в страны Тирские и Сидонские, в языческие страны, где было большинство вот этих народов, которые оставлены были и которые остались и населяли эту землю. И в Евангелии Матфея, вот здесь, в 11 главе, мы читаем с 21 стиха такие слова. 11 глава, с 21 стиха. «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретящей пепле покаялись, но горе вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам». Хоразин, Вифсаида, Капернаум, все они находятся вокруг озера Генесарецкого, где Христос явил столько милости и любви, показав свои чудеса, и люди не приняли его там. Мы видим эту женщину, которая идет за Христом, идет за учениками и кричит за Ним. Однако вот из этой тьмы невежества к Богу, она проявляет удивительные качества. Удивительные качества, которые необходимы, может быть порой для нас, каждого, как пример. В чем именно? Она осознает свою зависимость жизни от Бога. Она понимает, что все те идолы, которым поклоняется ее народ, те жертвы, которые приносят изделию рук своих, они ничего ей не дали. Они принесли еще больше тяжести, может быть, и это была и причина ее дочери страданий, потому что она бесновалася, бесы ее мучили. Поэтому, сознавая свою зависимость от Бога, она в глубоком страдании ищет свое недостоинство, свое недостоинство перед Ним, перед Богом. Давайте посмотрим, что говорит пророк Исаия в 45-й главе мы читаем пророка Исаия, 45-я глава, 5-й, 7-й стихи. Исаия, 45-я глава. «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал Тебя, хотя Ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь, делаю все это». Знаете, в глубоких своих страданиях эта женщина ищет Бога. Она понимает, что она не может по-другому освободиться от той тяжести, которая преследует ее. И вот с этим чувством она обращается к идущему Христу. Она кричит сзади, она говорит, «Помилуй меня, Господи». Милость. Мы сегодня слышали этот Солом 135-й, «Ибо милость Его вовек». Что такое милость? Что значит помиловать? Помиловать – это отменить наказание. Помиловать – это, может быть, снизойти, проявить любовь, проявить сострадание, помиловать. Может быть, какую-то благосклонность проявить к человеку, к тому или иному. Вот что значит помиловать. И мы знаем, друзья, что наш Бог, Он милует до тысячи родов. Он милует до тысячи родов, хотя и наказывает человека. Псалом 77, Псалом Асафа, мы читаем 38 стих, так говорит псалмопевец, 77-38, «Но Он милостивый прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей». Знаете, и мы помилованы. Мы с вами помилованы не по делам нашим. Наша реабилитация, наша свобода, наше освобождение это исключительно по милости и по милосердию Божию. Вспоминаю один пример. К императору Наполеону пришла мать осужденного императором солдата. Она стала вопрошать, просить его и говорила, «Государь, помилуй сына моего». Но Наполеон, император, был суров, отвечал сурово и говорил ей, «Он осужден по справедливости закона». Эта женщина говорила, «Я пришла просить не справедливости, а милости». Но император был суров. Он также продолжал и говорил, «Ваш сын не заслуживает милости». Эта женщина-мать, сына, который был осужден, говорит, «Милости не заслуживают». Поэтому я и пришла просить помилования. Эти слова тронули императора, и преступник был освобожден. Так и мы, дорогие друзья, братья и сестры, мы помилованы милосердием Бога нашего. Даниил, в книге Даниила, 9 глава, 9 стих, мы читаем, «А у Господа Бога нашего милосердие и прощение». Вот почему наше положение зависит не от дел наших. Делами своими мы не сможем заслужить помилование и прощение от Господа. Но помилование Бога в нашем случае, оно отличается от помилования императора, который совершил эту милость к этому солдату. потому что тот не заменил преступника, а только отменил свой приговор к нему. Но у Бога сохраняется его справедливость, у Бога сохраняется его святость и его правда. И грех должен быть наказан. И приговор должен быть исполнен. И поэтому Бог в лице Сына Своего пошел за нас за нас на суд. Поэтому слава Господу, что сегодня мы помилованы Господом. Но давайте мы снова вернемся к нашему тексту Писания и посмотрим на эту женщину, которая идет за учениками, за Христом и кричит. Знаете, она просит о помиловании. И сын Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Она не ропщет на судьбу, она не осуждает Создателя, она ищет милости, исключительно милости, ощущая свое ничтожество, ощущая свое несовершенство, что ничего не могла сделать и никто не может ничего сделать. Возможно, мы можем сказать, что она видит свои недостатки с другой стороны, но мы не находим из текста Священного Писания, чтобы она видела свои недостатки. Она просила, она просила бы прощения, она просила бы помилования и исповедовалась бы, может быть, пред Господом, если бы в этом она имела нужду, но Слово Божие об этом не говорит. Однако, болезнь ее дочери она видит как наказание для нее лично, как наказание для нее. И что удивительно, что Христос продолжает свой путь и не отвечает на ее вопль. Он идет и не говорит ей ни слова, и ученики уже говорят, Господи, да прожужжала уже уши нам, что-то сделай, освободи ее, оставь ее, что она просит. И Христос останавливается. Знаете, Господь милосерд, Господь милостив. В этом образе женщины мы видим смирение души. Мы видим смирение души. Оно проявлено не только в этом благодатном отношении к оскорбительным словам, которые были выражены к ней, когда Христос сказал, нехорошо взять хлеб и бросить пса. Она говорит, Господи, ну и псы едят те крохи, которые падают со стола, Господь их. Знаете, это смирение было проявлено в просьбе этой женщины лишь в одном. Она просила помиловать ее. Знаете, здесь нет указания Богу, что сделать, а просьба избавить, избавить от тяжести, которая долгие годы, возможно, преследовала ее. Каким образом могло быть это выражено? Знаете, оно могло быть выражено в двух вещах. В исцелении или в смерти. И причем смерть могла быть или этой женщины, или ее дочери. Ведь она не знает, она просила помиловать, как Бог проведет этот суд, как Бог сделает это, в чем она будет выражена, милость Господа. И эта женщина, она доверяла Богу. Она доверяла полностью тому, что, возможно, слышала, что видела и знала. И поэтому ее просьба была помилуй меня Господи. Друзья, какой пример мы можем для себя взять из этой истории? Сколько скорбей, которые переносим мы с вами? Сколько скорбей мы несем, которые, может быть, рядом окружающие с нами друзья наши, они даже не знают. Возможно, непонимание между мужем и женой в семье и уже долгое время, долгие годы. Возможно, дети выросли в непослушании и ушли, приносят боль, скорбь, печаль. Возможно, мы живем там и с соседями нашими нет ничего общего. И, может быть, даже больше, какая-то натяжка. Возможно, там на производстве с нашими сотрудниками у нас ничего, нету какого-то контакта, нету близости, нет ничего, что могло бы нормальное быть отношение. Мы идем с этой тяжестью каждый день и возвращаемся с этой тяжестью. Хуже всего тогда, когда мы даже в церковь идем и можем находиться в разных сторонах для того, чтобы не встретиться. И это проходят годы, и проходят дни, и эту тяжесть мы несем. Как воспринимаем мы все это? Что делаем мы с этим? Чаще всего, конечно, мы, возможно, воспринимаем это и видим только свою скорбь, свою боль. Но, знаете, даже и это порой мы не несем к Богу. Даже это мы не несем и не говорим Господи, помилуй меня, освободи меня от этого, избавь меня от этого. Мы должны заметить, что, возможно, эти переживания, эти тяжести, это наша школа, в которой мы должны научиться. это школа, в которой мы должны взять уроки для себя, для того, чтобы исправить положение. Я думаю, что на все есть дозволение Божье, и поэтому только Он может облегчить нашу ношу, которую мы несем. Сейчас мы будем молиться. Что мы можем сказать? Мы можем обратиться к Господу и сказать, как эта женщина, которая просила вопия сзади, помоги мне, Господи, помилуй меня. Пусть Господь благословит нас, если и есть у нас в этой жизни, в нашей жизни, чтобы Он действительно избавил нас от этого. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok